Итоги внедрения контрактной системы в сфере закупок обсудили на заседании областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которая по поручению главы региона Евгения Куйвышева провел первый вице-губернатор Алексей Орлов. Стоит отметить, что противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений в работе областных органов исполнительной власти. Евгений Куйвышев считает его одной из ключевых задач для поступательного развития Среднего Урала, повышения доверия населения к органам власти, а также укрепления стабильности и правопорядка в регионе. Это не только для областных властей приоритетное направление, но и для муниципалитетов. Например, в Артёмовском городском округе органы местного самоуправления ведут совместную работу с прокуратурой по выявлению и предотвращению коррупции во всех сферах жизнедеятельности человека. Кроме этого, жители активно помогают им в этой работе. Отметим, что главой региона утвержден план мероприятий по противодействию коррупции, включающий 15 разделов и насчитывающий более 150 мероприятий. Напомним, что с 1 января 2014 года на территории Российской Федерации вступил в силу закон, регулирующий государственные и муниципальные закупки, согласно которому приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд переведены на контрактную систему. Как отметил первый вице-губернатор, федеральный закон регулирует весь процесс закупок – от этапа планирования до этапа оценки. В этом году завершается последний этап перехода на контрактную систему закупок. Создание такой системы определено в качестве одного из основных направлений реализации национальной стратегии противодействия коррупции. Совершенствование контрактной системы закупок – это важная составляющая деятельность органов власти по повышению эффективности антикоррупционной работы. Законом введены новые механизмы, которые позволяют системе государственных и муниципальных закупок стать более прозрачной для общества, более эффективной части контроля за расходованием бюджетных средств. По его словам, обязательное для контрактной системы общественное обсуждение закупок – многоуровневая система контроля. Банковское сопровождение контрактов и процедура антидемпинговых мер являются прозрачными антикоррупционными механизмами, препятствующими сговору заказчиков с поставщиками. Директор регионального департамента государственных закупок Марина Трушникова подтвердила, что на сегодняшний день Свердловская область полностью перешла на контрактную систему. На сегодняшний день в Свердловской области можно сказать, что контрактная система полностью функционирует. Принята необходимая нормативно-правовая база, созданы органы, входящие в контрактную систему, внедрена система нормирования закупок, установлен запрет на осуществление закупок, не включенных в планы графики, осуществляется мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок. Внедрен механизм казначейского контроля и обязательного общественного обсуждения крупных закупок. Отметим, что работа, направленная на повышение эффективности закупок, дает видимые положительные результаты. Помимо прочего, Алексей Орлов обратил внимание коллег на совершенствование системы общественного контроля. Он уверен, что сотрудничество государства с общественностью – один из основных принципов противодействия коррупции. Напомним, что основные направления такого сотрудничества определены в концепции взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на 2017 год. Так, при всех областных исполнительных органах действуют общественные советы. Представители общественности включены во все комиссии по противодействию коррупции на региональном и муниципальном уровнях. Цель такого контроля, как пояснил первый вице-губернатор, – обеспечить учет общественного мнения при принятии решений и оценить деятельность органов власти по защите прав и законных интересов граждан.